Добрый день! С вами я, Юрий Подкухлокопаев! Всё рою и рою в могилу украинцам, но Украина всё ещё на плаву. А вот то, что происходит в России и происходит в мире из-за России, об этом сегодня в моей программе. Итак, Россия депортировала на Украину журналистку Елену Бойко, где её арестовала СБУ. Очередная подперемога для украинской власти над Россией. Чем мы хуже вслед за Чечнёй, списание долгов за газ требуют другие регионы России. И я объясню, чем хуже другие регионы России в Чеченской Республике. Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили, точнее сказать, запретили на Ютубе. Вообще запретили где-либо то ни было в России. Парламент Великобритании отклонил соглашение по Брэкзиту. Чем это грозит Терезе Мэе? Обо всём вы узнаете, досмотрев, естественно, программу до конца. Начнём с одной из самых скандальных новостей этого месяца. Россия депортировала на Украину журналистку Елену Бойко. Вот так вот, Россия вновь доказала всему миру, что оно одно из самых шизоидных государств в мире. Одно из самых больных. Сдать идей на своего человека путинских духовных скреп, так ещё и по личному доносу в лапы врагу, на это могут пойти только россияне. Совершить двойную подлость на это способно только одно государство в мире под названием «Россия и её граждане». Обо всём по порядку, дабы смаковать эту новость. В 2015 году львовянка Елена Бойко, соответственно, уроженка города Львов, была вынуждена уехать из Украины в Россию после угроз патриотов Украины и спецслужб Украины, связанных с деятельностью Елены Бойко, собственно говоря, на самой незалежной. В Комитете спасения Украины, в Антимайдане и в партии русских украинцев Елена Бойко была лучшей журналисткой, которая отстаивала позицию Кремля, позицию Путина на Украине и была вынуждена уехать сюда, то есть в Россию. Огромную известность Елена Бойко как в России, так и в Украине приобрела благодаря ток-шоу Андрея Норкина на НТВ, называется сие действия «Место встречи», где Елена Бойко неоднократно выступала с антиукраинскими речами. Но 10 декабря 2018 года ее задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства в подмосковном поселке Сахарова. Перед этим оцените всю подлость российских властей. Елена Бойко два раза просила российских властей, миграционный департамент МВД, бывшая федеральная миграционную службу, о предоставлении статуса ей Елены Бойко политического убежища на территории России. Потому что было совершенно очевидно, что если она вернется на Украину, ее арестуют и посадят СБУ за, так сказать, идейную измену Родины. Самое удивительное то, что в статусе политического убежища в России ей полностью было отказано. Более того, по неподтвержденному слухам, российские власти в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации с неохотой дают гражданство украинским гражданам. Это подтверждают почти все украинские граждане, которые, так сказать, эвакуировались с Украины в Россию. Украинским гражданам очень сложно получить российский паспорт, а уж тем более политическое убежище. Елену Бойко внимание за то, что она была лучшей журналисткой, кто отстаивал позицию Кремля, кто мутузил ненавистных Кремлем поляков, выкинули из Российской Федерации, чтобы Елена Бойко гонила в подвалах СБУ и терпела пытки и унижения там за свою профессиональную деятельность, как в России, так и на Украине. Удивительно, но факт. А дальше еще удивительнее. Елену Бойко выслали из стороны, а вернее сказать, по сути, передали в руки украинских властей, по личному доносу гражданке Ксении Шкады, еще раз, по личному доносу, гражданке Ксении Шкады, гражданке Украины, но которая получила все-таки статус политического убежища в России. А также, между прочим, журналистке, которая не написала донос на Елену Бойко ФСБ о том, что Елена Вещу, она же Елена Бойко, нарушила часть 1, пункт 1, статьи 27 ФЗ-114, то есть, находилась в так называемом стоп-листе ФСБ. То есть, вдумайтесь, да, Елена Бойко, которая мутузила поляков на место встречи НТВ, которые за Россию, за антимаид, за Георгиевскую ленточку, она всех мутузила, только попробовали поляки сказать, что Красная Армия была сродни гитлерской армии, она сразу ногтями в польские лбы впивалась с криком «Я за Путина! Я за Путина!» Но рано или поздно этому приходит конец, и она находилась в стоп-листе Федеральной Службы Безопасности внимания, как человек, способный принести вред российскому государству. И мы потом еще удивляемся, почему в России два союзника армия и флот? А может потому, что не надо было предавать своих? или по крайней мере идей на своих? Это будет урок каждому, если вы поддерживаете Путина, если вы поддерживаете Единую Россию, вас выкинут, не просто выкинут, вас передадут в лапы вашего врага, где вас будут пытать, насиловать и убивать. То есть уж лучше работать на Запад, нежели чем на Россию, которая в любой удобный момент вас отдаст в лапы врага для прямого растерзания над вами. Духовные скрепы Путина трещат по швам. И за Елены Бойко получается. Вот интересно, как можно мне, как можно ей ругать Украину на российском ТВ и иметь такую формулировку в досье на Лубянке человека, который способен принести вред Российской Федерации. Тут же еще одна звезда места встречи Остапшко, руководитель пропагандонского сайта Полита Раша говорил, что ну я во всяком случае видел сайты, где на него ссылались, что Елена Бойко, которая мутузила поляков за Россию, которая ходила на российский ток-шоу, в первую очередь, не на украинский, агент СБУ в Москве. У нас теперь все агенты СБУ ходят на российские ток-шоу. Вот меня просто от этой новости удивили, реально удивили. При этом это мадам, которая сдала Елену Бойко Ксения Шкада утверждает, что Елена Бойко в своей съемочной квартире в поселке Сахарова постоянно дебоширила и пила. А теперь перевожу с языка лживой продажной твари Ксении Шкады на русский язык. Просто Ксении Шкады Шкады это реально ее фамилия я не скажу. Захотелось иметь такой же дом, в котором жила Елена Бойко. Вот он новый 37-й год 20-го века в России, где из-за личных проблем из-за бытовой неурядицы человека могут выслать из страны и отдать в лапы врагов. Мне лично не хочется жить в такой России, но приходится Ксения Шкада отрицать свою личную причастность и свои связи в ФСБ. Но замечу, что она, как и Елена Бойко, находится в России по сути на общих правах, но ее, в отличие от Елены Бойко, никто не арестовывает. А почему вариант напрашивается сам собой? Скорее всего, Ксения Шкада никто иная, как информатор ФСБ в украинских кругах здесь, в Москве, или, возьмем шире, в России. Да, она информатор ФСБ, скорее всего, в условном так сказать этносе украинцев в России. Так что, если вдруг ее заметите, Ксению Шкаду, будьте с ней аккуратнее, вообще с ней лучше не общаться, а уж не ссориться, а то вас передадут в руки СПУ. Елена Бойко действительно нарушала миграционное законодательство Российской Федерации. Но, казалось бы, в дело мог вмешаться сам президент Путин, ведь он по закону имеет право предоставить гражданство России, граждан других стран, что он и сделал Жерару Депардье, Стивену Стегалу, бойцу Монсону, но они все так сказать этническо русским, ну или тем, кто разговаривает на русском языке, они к этой группе не принадлежат. Елена Вишур-Бойко как к ней не относишь все-таки наш человек, то есть, как сказать, из русского мира, говорит на русском языке, думает на русском, пишет на русском. И ее взяли и сдали. Причем, что гражданину, скажем, США самой враждебной страны по духовным скрепам по отношению к России, гражданину США паспорт российский получить как раз-два и общался по сравнению с гражданами Украины, кто бежит от войны. Более того, я тут узнал, что специально российские власти не только не дают гражданство России некоторым, бежавшим от войны на Донбассе украинцам, так еще и замедляют процесс получения украинских, прошу прощения, российских паспортов, потому что они думают, что вот эти вот граждан, что вот эти вот граждане Украины, как бы это сказать, они невысокого качества. Ну, в общем, если они будут здесь жить, не по моей логике, подчеркиваю, по логике властей, то с них мало что поимеешь. Мало что поимеешь. Но они бедные люди, бегут от войны. А если их устраивать на низкоклассифицированные работы, то там уже есть таджики. И на нелегальном, как бы, импорте мигрантов некоторые чинуши российские кормятся. Но именно не украинцев, а таджиков. То есть просто украинцам здесь в России не нашлось места. А иначе бы Елену Бойку оставили бы в России. И, кстати, говоря, что касается, как только суд вынес свой жестокий приговор, не украинский, не киевский суд, московский суд, сразу Елена Бойка заговорила на украинском и начала проклинать российскую власть и российскую и российское общество. Вот так вот. Да? Все. Одной путинской фашисточки рашисточки стало меньше. Идем дальше. Чем мы хуже вслед за Чечней списание долгов за газ требуют другие регионы России. Напомню, что жителям Чеченской республики списали и простили долг в 9 миллиардов рублей за газ решением заводского районного суда Грозного, который обещал, который обязал компанию Межрегион Газ, дочернюю компанию Газпрома списать долги в более чем 9 миллиардов рублей с граждан с очень и очень интересной формулировочкой, которая открывает глаза на реальное положение дел не в российской власти, не в Москве, а в России. То есть в глубинках, в каких-то там городах в Тайге и Сибири. Вот, но это, правда, речь не о них, речь о Чечне, но это касается, конечно же, всех. Почему? Потому что вот фульмировочка заводского районного суда Грозного, значит, списание с граждан долгов более чем 9 миллиардов рублей является безнадежной вниманием, а попытки взыскать данную задолженность граждан республики может создать в обществе социальную напряженность, то бишь бунт. И сразу же возник вопрос, а почему социальная напряженность из-за долгов по газу не может возникнуть в других регионах России, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в этнической части России, в Ярославле, там вове, тагадроге и так далее и тому подобное. И ответ может социальная напряженность возникнуть и более того она назревает. Более того, на более того решение заводского районного суда Грозного эту самую напряженность в других регионах из-за неплатежей за газ моментально в разы повышает. Люди думают, раз чеченцам разрешили не платить за газ, почему я, к примеру, якут или я, к примеру, дагестанец должен платить за газ этой преступной кабальной федеральной власти? Что там вы мне говорите в Кребле? Ах, обязан платить за газ. когда другие не платят? А ну, Володька, пошел вон из Кремля и так могут сказать в большинстве своем не только республики Кавказа, но и все другие республики. И, как я уже сказал, газовый бунт, возможность газового бунта в России многократно из-за решения заводского районного суда грозного повышается. Но это не означает то, что чеченцы виноваты. Тут как раз руководители Чечни действуют в интересах своих граждан, чтобы граждане как можно меньше платили федеральной власти. То есть нельзя так говорить, что ах, вот они чеченцы суки, ах, вот и теперь и за них мы будем по двойному тарифу платить за газ. Ребят, они действуют в интересах своего чеченского народа. Другие губернаторы других субъектов Российской Федерации также должны действовать также, собственно говоря, лишь должны списывать долги с населения за газ. Потому что не то, что за газ люди не платят из-за присоединения Крыма, а вообще за еду даже стали мало платить. В России часто обсуждается вопрос, а вот Чечня там на особом положении среди субъектов России. Туда дают слишком много дотаций по сравнению с другими регионами России. Да, действительно, Чечня на особом положении, хотя бы потому, что Чечня это единственный регион России, который в свое время не хотел быть частью Российской Федерации и воевал за свою свободу от остальной части России и добился своей свободы 31 августа 1996 года в Касабьюрте. Потом, правда, Чечня захотела, чтобы и Дагестан был свободен от Российской Федерации вопреки воле самих 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 дагестанцев за что Чечня была наказана Россией. Но все равно это единственный регион России, где жители которого воевали против России и шли на смерть, чтобы Чечня не была частью Российской Федерации. Поэтому и отношение к Чечне со стороны федеральных властей особое, которое федеральная власть по отношению к Чечне действует по принципу чем бы Рамзан там у себя не тешился, лишь бы не стрелял по органам федовласти. И это приводит к таким вот последствиям межрегион газу 9 миллиардов рублей сеченцев не собрать. Значит с кого их будут они собирать? Правильно с остальных граждан на остальной территории России с русских скалмыков свиновых горов и т.д. С чем я вас и поздравляю доигрались! А там люди живут еще беднее собственно говоря в остальных регионах России чем в Чечне и подстраховываясь от бунта от газового бунта в своей республике Рамзан Ахматович делает возможным газовый бунт в остальных частях России. Так уже возмутилась Смоленщина! Смоленские депутаты местной облдумы потребовали от Кремля списания газового долга жителям Смоленской области в таком же размере. То есть 9 миллиардов рублей требуют смоленские депутаты от федеральной власти списать долги. А чем Смоленск хуже Чечни? И мы получаем ответ на этот вопрос, который задавали смоленские депутаты. Смоленск, жители Смоленска и в целом Смоленск никогда не воевал против федеральных властей и их представителей. Смоленск не взрывал дома представителей федеральной власти не похищал представителей федеральных властей и их родственников с требованием выкупа. Вот чем Смоленск хуже Чечни. Жители Смоленска слишком податливы Кремлю. По крайней мере до недавнего времени. Чтобы жители Смоленска жили не хуже чеченцев, вам надо сказать Кремлю или такие дотации как в Чечне вы нам отсылаете или такая война будет с вами с Москвой как в Чечне в 1995 году, когда чеченцы полностью разгромили российские войска. А если вы в Кремле на Смоленск двинете войска, то мы позовем зеленых человечков из Белоруссии и украинские войска на территорию Смоленска, которые с 2014 года мечтают побывать с оружием руках на территории России. И сразу же что-то мне подсказывает. Пойдут в Смоленск инвестиции, простят любые долги жителей Смоленска в сфере энергоресурсов и т.д. и т.п. Потому что Кремль уважает только силу. Ну и кстати говоря, из-за этого пока еще не газового бунта, но близко к этому. Вероятность Смоленска как территории Республики Беларусь мгновенно повышается. Да, повышается, повышается. И даже уже не то что за газ. Скоро вы, дорогие россияне, будете платить за электроэнергию в двойном размере, а также будет ведет де-факто новый налог на пользование электроплит. Но об этом в следующий раз сейчас же мы поговорили сугубо о газе и сугубо о том, почему Смоленск хуже Чечни и о том, почему Смоленск требует с федеральных властей списания долга и как надо поступать в Смоленску во взаимоотношениях с Кремлем. Фильм Праздник Сейчас я посмотрю сколько у нас там времени Ага, ну еще есть еще Фильм Праздник о блокадном Ленинграде удалили с Ютуба Хотя сам Ютуб утверждал что будет бороться за картину но видно после того как Роскомнадзор он же Роскомнадзор паял гуглу владелицу Ютуба очередной многомиллионный штраф за сущий пустяк после того как полонивый депутат Госдумы Андрей Луговой внес законопроект об ограничении интернета в России в Госдуму у Ютуба вдруг отпало желание защищать картину Андрея Красовского перед мягко говоря абсолютно и давно шизоидным государством под названием Россия почему шизоидным сейчас объясню России если я не объяснил в первой части россияне больше всех гордятся победой Великой Отечественной войны по соцопросам забывая что за эту победу Россия заплатила 37 миллионами гражданам в сырой земле и гордятся не те кто воевал и добивал победу или хотя бы жил в ту эпоху пусть даже не в сыр огадятся современное поколение которые пишут в фейсбуках и твиттерах о величии России и напоминая о том что Россия всех победила ребят не Россия победила победил Советский Союз это почему он победил тема для отдельных разговоров но так или иначе это не нынешняя Российская Федерация Российская Федерация побеждала только слабых соперников Грузию в 2008 тех же чеченцев в начале 2000 и все и Чечня и Грузия эти все территории и населения меньше чем Российской СССР же победил соперника многократно в 150 раз превосходящего его по силам ну и кстати говоря что интересно пишут о том что как мы классно нафигачили немцам те люди которые сидят в фейсбуках и твиттерах не понимают что они пишут это в американских соцсетях хотя вконтакте очень даже классная соцсеть но сейчас тоже не об этом и у россиян возникает своеобразная гордыня про войну мы победили мы велики война для нас свята ну вы знаете война для вас свята должен быть мир для вас святой мир для вас святой вы только жаждете полноценную полномасштабную войну потому что иначе бы путин не размахивал дубинкой ядерной всем подряд и не говорил о том что мы мученики и попадем в рай ну и кстати говоря самое интересное то что государство берет гордыню россиян это можно так назвать никак по другому это не называется гордыню о войне в оборот снимая на деньги налогоплательщиков на деньги граждан россии всякие патриотические фильмы о войне которые проваливаются в российском прокате с треском а на мировой прокат они даже не выходят пример да пожалуйста несокрушимый 28 панфиловцев и т.д. и т.д. а страдают от низкокачественного патриотического говна сами граждане потому что государство вкладывает в эти картины которые проваливаются в прокате вместо того чтобы улучшать уровень жизни самих граждан ребят 70 лет прошло с победой великой отечественной войны и вы вам больше нечем гордитесь надо задать вполне справедливо а почему а может потому что надо жестко спрашивать своих коррупционеров как делают в китае хотя я против сторон против расстрела но стоит признать что в китае данная мера за коррупцию работает эффективно то есть что касается фильма с одной стороны снимается низкокачественное низкосортное говно но с другой стороны со стороны либералов тоже снимается низкокачественное говно но в отличие от шизоидных патриотов либералы понимают что фильм это говно фильм праздник откровенное говно и поэтому что надо объявить правильно вот я самый талантливый режиссер иду против генеральной линии власти смотрите мой фильм он режет правду матку ничего этот фильм праздник к сожалению не режет правду матку он художественно влеклый он некачественный он вообще днище днище ютуба но благодаря тому что само государство только как бы сказать с обратным знаменателем снимает говно патриотические фильмы либералы снимают как бы сказать антипатриотичные но точно такие же говно фильмы с рейтингом 1 из 10 на кинопоиске страдает от этого российское кино которое я убежден гробит господин Мединский потому что он ни хера ничего ни черта не понимает в кинопроизводстве потому что он историк по образованию он не оканчивал ни в гиг и не гитиса и он смеет эта тварь очкастая указывать какой фильм какому фильму давать прокатное удостоверение а какому не давать даже не смотря на что на даже не смотря на то что фильм праздник говно но ребят это просто девчата кстати о советском кинематографе доброе слово да девчата я еще раз 15 в детстве смотрел ну так вот значит выходит что из-за генеральной ура патриотической линии что вот что мы ну как бы да вы действительно выиграли эту войну но найдите чем ну надо гордиться понимаете не войной не там где люди убивали друг друга а надо гордиться поетом в космос тем что у вас рождаемость выше уровень жизни а не тем что вы допустили Гитлера под Москвой не этим должны вы гордиться и фильм праздника раскрывает пусть художественно не умело глаза о том как на самом деле обстояли дела в блокадном Ленинграде где вопреки официальной пропаганде вовсе не все подыхали от голода а члены обл.исполкома горисполкома вовсе от голода не подыхали им на баржах доставляли жрату в то время как действительно все остальные люди в Ленинграде дохли как мухи от голода вот это не надо забывать а не саму великую отечественную войну и конечно не надо выделять большое не надо выделять государственные средства на кинематограф кинематограф должен быть сугубо частным а фонд кино гробит российское кино как уропатриотическое так и либералистическое из запрещенных фильмов последних мудаком мединским мне смерть Сталина понравилась понравилась фильм праздник я не рекомендую к просмотру но само то что youtube грозился что будет бороться до последнего он отказался от фильма праздник это говорит о полной тотальной бездуховности я бы нища не умов россиян потому что из великой отечественной войны делают библию где если ты вдруг ее начинаешь ну святую книгу если ты ее вдруг начинаешь оспаривать ты сразу враг народа что должно быть не так ну а Алексею Карасовскому я пожелаю снять более крутое кино парламент с художественной точки зрения парламент в Великобритании отклонил соглашение по Брэгзиту а конкретно нижняя палата британского парламента общин дала отворот поворот Терезии Мэй против плана Мэй по Брэгзиту высказались 432 депутата а у нас сколько депутатов высказываются против решений премьер-министра аааа ни одного ну или уж точно не 432 любое инакомыслие о ВОВ о сегодняшнем дне так или иначе уголовно или административно подавляется в Российской Федерации как в случае с фильмом праздник Красовского Россия это вам не британский парламент и кстати говоря потом было голосование а вот и доверие или недоверие кабинету министров Терезы Мэй и хоть ее план по Брэкситу провалился тем не менее она осталась пока у руля Британии еле-еле хоть как я хоть я сказал что Россия не Британия но есть хоть 100 России из Британии это монархия тут царь сами знаете кто и там королева только вот дело не в том что она властвует но не правит а дело в том что кабин ее величество находится под жестким контролем парламента у нас попробуй внести на голосование в Госдуму она же Госдума дура вот он недоверие Медведеву выступая после голосования Тереза Мэй отметила что по-прежнему ее главной задачей остается Брэксит выход Британии из ЕС так как народ за это проголосовал в Кремле бы на это народ ответили народу свойственно ошибаться и дали бы этому народу дубинкой Росгвардии по башке всегда против народа ведя против народа свой новый кабальный налог кстати да налог в 2033 году эта тема сегодня у нас проскальзывает через все видео отменяется в России льготы на потребление электроэнергии вообще а особенно в тех домах где стоят электроплиты я еще раз поздравляю о том что ваше правительство действует против вас Тереза Мэй хочет мягкого поэтапного выхода Британии из Евросоюза с обязательным договором с ЕС о дружбе и сотрудничестве чтобы потери Британии от выхода из ЕС были минимальны ЕС наоборот давит на то что Британия более жестко восходила из Евросоюза без всяких льгот из соглашений дабы показать остальным членам ЕС как можно жестко быть если ты вдруг к примеру Греция и хочешь намереваешься выходить из ЕС чтобы этот самый ЕС сохранить но пусть даже и без Британии и британский парламент присоединился к этой жесткой линии ЕС о Брексите не понимая или не давая себе отчет в том что в случае жесткого Брексита который требует от Мэй проблема с Северной Ирландией и Шотландией встанет во весь рост я напоминаю что жители Шотландии высказались за нахождение в составе Великобритании только с одним условием чтобы были достигнуты мирные договоренности с Евросоюзом договора договора о сотрудничестве а таких договоренностей их пока нет что может служить началом процедуры выхода Шотландии из Великобритании в Северной Ирландии ситуация обстоит еще напряжение так сухопутная граница не просто Северной Ирландии с Ирландией и Великобританией с Ирландией а потенциально граница Великобритании с Евросоюзом сейчас там нет пограничного и таможенного контроля но в случае Брексита он будет а где пограничный контроль между Северной Ирландией и Ирландией там и республиканская армия Ирландии которая Справедливо мечтает о том, что Северная Ирландия вошла в статус, вошла в свои территории, в странную Ирландию. И жители Северной Ирландии вновь подумывают о не выйти ли нам из Британии и присоединиться к странной Ирландии и к ЕС. Тереза Мэй это хорошо понимает. Также она понимает, что в случае жесткого выхода из ЕС активизируются, как я уже сказал, сепаратисты в Британии. А где сепары, там и российские, частные, в кавычках, естественно, а по сути государственные военные компании. А то и вовсе пресловутые зеленые человечки. В случае жесткого выхода из ЕС по Британии уже не Петров с Башировым будут бегать, а Гиркин с Бородаем, требуя образования Ирландской Народной Республики. И Шотландской Народной Республики, что сто раз хуже, чем дело в Солсболе. Вообще Британия все больше и больше напоминает путинскую Россию. У нее такие же комплексы, как у нас. Типа вот когда-то мы были империей и давали всем серьгам по лещам. А сейчас что на британский манер виноваты европейцы из ЕС. У нас бы сказали во всем виноваты хохлы. И даже в том, что мы спустили великую империю. Но выход Терезы Мэй из сложившейся ситуации только один. Действовать по рекомендации парламента. То есть настоять на жестком выходе Британии из Евросоюза. А потом устроить перереферендум, когда Британия выйдет жестко из ЕС. О, вхождение ЕС в Евросоюз. В свое время так было сделано на президентских выборах украинской власти. И при Ющенко украинцы жили лучше, чем при Януковиче. Почему? Потому что именно при власти Ющенко украинские частные компании больше всех производили в компьютерных играх. Именно при власти господина Ющенко были созданы и реализованы три самых легендарных игры Украины. Это Сталкер Тени Чернобыля, Сталкер Чистое Небо, Сталкер Зов Припяти. Фу, на этом все. Такой был у нас подкопаевское видео. Ну, еще есть. Осталось у меня чуть-чуть для моих личных новостей. У нас в Самаре ходят так называемые лживые газовики. То есть представители газовых компаний, которые не имеют права собирать с населения долги за газ. Но, тем не менее, собирает. И вот жители Самары дают им отпор. Все из-за скандального решения губернатора Самарской области о передаче... Вернее, о том, чтобы местные газовики сами собирали с людей деньги, а не поручали это кому-либо. Тема газ у нас интересует очень многих людей. Ну что, вот на этом я с вами и прощаюсь. Заканчивая программу, да, сегодня мы работали в лайт-режиме. Были всего лишь, не считая рубрики личные новости, 4 новости. Если вам понравился такой формат, ставьте свои лайки. Если вам не понравился такой формат, и вы требуете больше новостей от меня, ставьте дизлайки. На этом все. Спасибо за внимание. Пока! Пока-пока!